Утро начинается не с кофе, а с выгла собаки. Собачники, привет! Всем доброе утро, доброго дня или когда вы меня смотрите. Я решила, что одним катком мои друзья от меня не отделываются. Носу, новогодние праздники, и пора бы нам уже договариваться с друзьями о том, где и когда мы будем встречаться и что делать. Но я решила, что самое, наверное, простое и красивое решение и прям вот это вот все встретиться и пожрать. Ветер сегодня мой стилист. Здесь я пытаюсь вам показать, какой сильный был снегопад. Несмотря на то, что настроение новогоднее, все-таки бегать по магазинам, выбирать подарки, ну, отчасти стресс. И я пыталась его разбавить уютными перекусами в кафешках. Ну, пошли в Беверли-Хиллз. Если вы скажете, что это попсовое место, я полностью с вами соглашусь. Но оно от этого не становится менее классным. Здравствуйте. Доброе утро. Уже самая вот сама атмосфера. Там кто-то подпевает. Вы слышали? Класс. Давайте я вам покажу здесь, как красиво, если бы здесь никогда не были. Много классных штук. Есть литровый коктейль. Просто вот огромный. Вот реально он размером с голову просто. Чисто американская закусочная, но очень вкусно. Огромные порции. Цена адекватная. И здесь самая важная часть вообще просто, которая может быть в завтраке, которые дадут 24 часа. Будем, конечно же, брать панкейки и большой кофе. Кодри. Совершенно бесплатно можно попросить вот такую вот штуку и вдвоем классно поиграть. Много игрушек. Можно рубиться, пока не приготовят ваш заказ. Очень классно. Ооо, класс, класс, класс. Пожалуйста. Смотрите, какая красота, какая. Спасибо. И вы смотрите размер. Но, чтобы просто вы понимали, диаметр 85. И моя ладошка, она как бы большая. Вы просто видите вот это вот ведро еды? И туда же вот ведерко кофе. Я вообще не знаю, как это смешно. Я люблю черно-белые фильмы, музыку 50-х, 60-х. Такие вот кафешки. Реально рай на земле. Признаюсь вам честно, где-то на этом моменте я просто уже устала есть. Настолько огромная порция, что я уже не знала, что с ней делать. Хороший был ковер. Да, он задавал комнате стиль. Очень много, очень вкусно. Цену размещу где-нибудь. Где-нибудь здесь. Это реально недорого за такой объем. Мне кажется, можно наесться на весь день. Вот серьезно. Попробую. I like it. Попробую допить кофе. И дальше пойдем. В принципе, я зиму не люблю за вот это. За постоянно одинаковое серое небо, серое здание, серый грязный асфальт. Это соль, которая разъедает все. Машины, ноги, ботинки, все разъедает. И новогоднее настроение, в моем понимании, работает вот так. Погодка сегодня, конечно, вот, ну не для отсутствия шапки. Но я подумала, испортить прическу. Прическу. В такую погоду что ты можешь испортить, понимаете? Отремонтировали, отреставрировали дом. Очень красиво. Вот эти звери все. Обязательно будьте на чистых рассмотреть. Там их просто сотни зверей. Но, блин, как расстраивает вот такая разруха. Уже 10 лет, мне кажется, он тут стоит и ждет своего... О, смотрите. Розовый портал. Давайте посмотрим, что там. Такое окошко прям, криповенькое. Граффити, разруха, охрана. Вижу бар. Вижу снова граффити. Центр Москвы. Главное, что улицы. Ладно, ничего интересного, по крайней мере, сейчас. Погнали дальше. Погуляв еще несколько часов, выбирая подарки, если честно, я снова проголодалась. И на этот раз решила пойти в китайскую кухню. Я люблю китайские не рестораны, а скорее столовые, где будет аутентично и как-то вот не по-нашему. Я большой любитель китайской кухни. Я сейчас навернусь. Я вам клянусь, я сейчас упаду. Вот, и в Петербурге, на Прашке, есть чифальник. Здесь есть нечто подобное. Я сюда иду в первый раз. Все впечатления и эмоции буду вам рассказывать. Там почему-то в стиле СССР ободранные обои. Два с половиной человека. Куча фонариков и неон. Пойдемте пробовать. Закажем салатик и что-нибудь из классической кухни. Не хочу обидеть создателей кафе, но у меня не возникло желания посидеть там за ремочкой чая. Чуть позже покажу и расскажу, почему так. Да, это вход. Хи-хау. Впервые у нас? Да, впервые. Здравствуйте. Пожалуйста, меня есть. Можете здесь в зале выбрать и заказывать на кассе. Отлично. Хи-хау. Пожалуйста, меня есть для вас. Сразу скажу. Чисто, хорошая музыка, приятное обслуживание. С этим все в порядке. Что же меня отпугнуло? Мне не понравился дизайн места. Мне было настолько некомфортно сидеть. Знаете, как будто вы сидите спиной к открытой двери, за которой много людей бегают, разговаривают, что-то такое. То есть, неуютно. Просто не хочется находиться. Я очень люблю китайские чаи, но габу красную я пробовала в первый раз. Ребят, офигенный чай. Это что-то между да хун пау, ройбушем и обычным чаем. Очень вкусно. Всем советую попробовать. Ну, если вы не пробовали. Вот эти обои портили мне все настроение. Был еще минус первый этаж, но танцок возле на улицу. И очень шумно. Волевым решением было принято срочно исправлять ситуацию и идти в модное по видео из тиктока место. Гулочную Бублик. И еще почему я не очень люблю предновогоднюю суету. Я иду примерно со скоростью 3 км в час. Ребята, до самого конца едут со скоростью примерно 0 км в час. Перед Новым годом каждый раз такая история. Центр просто намертво стоит. Проще реально идти ножками. Быстрее, вот серьезно. Понимаете, да? С, скорость. О, я уже вижу, кстати, вход. Пойдемте пробовать. Бублик. Вам кажется, что вас не удивить? Давайте попробуем. Вот так светло. Что же это такое? Представьте круассан, который свернули в кружок и засунули в него много-много-много-много крема. Вы получите бублик. Помимо всяческих экзотических вкусов в виде розы, кстати, которые я взяла, были обычные синабоны, классические круассаны, было что-то даже соленое. Ну, то есть можно и покушать, и перекусить. Столиков свободных было не очень много, поэтому нужно это иметь в виду. Большое спасибо. Кофе, кофе. Вам для понимания размеров мою большую руку. Там розы, реально розы. Моя рука. Опять. Что вот это за размеры? Где диета моя? Алло. Кафе как будто создан для того, чтобы делать красивые снимки в Инстаграм. Очень много света, светлые стены. Мне не очень такое нравится. Не скажу, что мне было снова неуютно, но я люблю немножечко более интимную атмосферу. Что могу сказать про бублик? Крема много, вкусно, сладко. Чем-то напоминает круассан. Но если я буду выбирать между синабонами и вот таким бубликом, я выберу синабон. Как у любого собачника, мой день заканчивается прогулкой. Обязательно на праздниках сходите в хорошее место с близкими. А если у вас есть любимые места, напишите мне их в комментарии. Спасибо за просмотр. С вами была Каяна. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok